Ребят, всем привет! Сегодня у нас долгожданный обзор на лампы F5C. Заказал я их где-то три недели назад с Aliexpress по цене 3400 рублей на момент заказа стоили лампы. Собственно, три недели прошло и вот наконец-то они у меня в руках. Многие из вас мне писали с просьбой протестировать данную лампу. Ну, собственно, я к вашим просьбам прислушался, заказал, вот они приехали. Ну и давайте сейчас я покажу в чем их отличие от ламп F3. F3 лампа на 45 ватт, F5 лампа на 55 ватт, а данные лампы, ребят, на 60 ватт. Собственно, поэтому, я так понимаю, вы меня и просили заказать эти лампы и посмотреть, как они светят в фарах. Итак, вот они эти лампы. Здесь сразу на коробке можно посмотреть, какие цоколя доступны к заказу. Ну, самые распространенные, я смотрю, они естественно есть. Многие спрашивают про H1 в линзу, но вот ребята, он тоже есть, поэтому собственно можно заказать. В принципе, больше ничего на коробке такого особо не указано. Я заказал цоколь H7, H4, к сожалению, не заказал. Ну, в общем-то, потому что, но расскажу позже. Так, и тут прям такой подарочек от магазина, это прям очень приятно. Кстати, ссылку данный магазин я оставлю. Тут визиточка туда-сюда, короче, пять звезд поставить, если все пришло. Вот. И вот, ребят, сами лампы. Лампа, в общем-то, такой классической конструкции. Она очень похожа на 45 ватт на F3, но вот сразу с торца здесь видна основное ее возможное преимущество, это две тепловых трубки. Соответственно, две трубки отводят более эффективно, должны, точнее, более эффективно отводить тепло от светодиодного чипа, и, собственно, поэтому я ожидаю, что большая мощность будет, соответственно, как-то влиять на то, что светить она тоже будет ярче. Если смотреть, в принципе, вот как бы по диаметру вентилятора, чуть-чуть он больше, чем у F3, чуть-чуть больше, но он не такой большой, как у F5. У F5 он все-таки больше. Вот. По габаритам, ребят, лампы, в принципе, по габаритам, но практически похоже. Вот где-то 2 миллиметра разница, если мы будем по цоколям сравнивать. По чипам, ребят, на мой взгляд, это одно и то же. Также отличается немножко драйвер, здесь указано, что это конбас, но это хорошо, то есть пойдет для большого количества автомобилей, обманки не требуется. Он чуть более толстый, но чуть более короткий. Вот как-то так. Вилки, ребят, у них одинаковые, вилки полярные, на них указан плюс, где плюс, где минус, собственно. По цоколю снимается он точно так же, как на F3. Единственное, что здесь регулировка уже более плавная, потому что здесь нету таких вот... Сейчас я F3 сниму, и вы сразу все поймете. Здесь она регулируется все-таки вот перескакиванием вот этой защелки по выступам цоколя. За счет этого идет регулировка такая, она несколько ступенчатая. В F5C, ребят, здесь можно более плавно регулировать. Она, собственно, просто входит в зацепление и в натяг двигается, без какого-то дискретного такого шага. Я думаю, что стоит эти лампы уже поставить в линзу и посмотреть, как они будут светить. Ну, для начала в линзу. Итак, ребята, это уже вторая версия обзора. Первая версия обзора потерпела фиаско, потому что возникли проблемы с установкой лампы, конкретно эту фару от Sportac. Поэтому снимаю уже следующим днем. Смотрите, в чем проблема. Итак, вот у нас лампа F5C. Вот от нее коробка. И, соответственно, включаем. И вроде как вот у нас все хорошо. Так вот я все это включил. Показываю вам свет-теневую границу. И смотрите, какие слабые результаты. 22,6. Ну, это как бы ни о чем. В общем, я увидел вот это, ребята, и был расстроен. Не очень понимал, что такое. Потом обратил внимание. Смотрите. Виною всему вот таким результатом вот эта вот защелка, которая в конкретно данной фаре мешает лампе стоять ровно. Она ее немножко деформирует. Из-за этого мы получаем большие проблемы. Это, безусловно, косяк лампы. Поэтому я, собственно, в инстаграме, кто не подписан, подпишитесь, там создал опрос. Как мы в итоге делаем? Мы тестим вот эту фару как есть. Вот эти результаты, соответственно, даем как есть, сравним с другими лампами. Либо мы пытаемся все-таки как-то сделать так, чтобы получить результаты, которые не учитывают косяк вот этой конструкции лампы. и смотрим ее результаты максимальные. Потому что есть у многих же фары HB4, HB3, H11. Там защелок вообще нет, соответственно, там ничего мешать не будет. Смотрите, я сейчас покажу разницу. Вот как было бы до и как после, а потом предложу свой вариант теста. Это вот, в принципе, сейчас на холодную, то есть я ее только включил. И смотрите, ну вот всего лишь двадцатка, то есть пипец как мало. Это вообще мало и неинтересно, скажем так. Но смотрите, что сейчас будет. Что я сделал, ребята? Я сейчас просто вот эту защелку убрал. Сейчас просто вот поставлю лампу уже не деформируя. И покажу, соответственно, как она светит, когда на нее не воздействует вот эта защелка. И вот этого изгибающего момента здесь не происходит. Смотрите, включаем. Вот сейчас буду придерживать пытаться одной рукой ровно лампу, а второй покажу вам, как светит. Ребята, сейчас просто не мог ничего говорить. Реально камеру зубами держал, чтобы вам показать. Потому что одной рукой надо было держать вот эту вот лампу. Ну, в общем, вы видели. Вы видели, что там раза в два сразу становится больше. И, ну, как говорится, у кого защелка будет не мешать, либо кто ее модернизирует, сделает так, чтобы она не мешала лампе. Те молодцы. Но конструкторы, конечно, ну, маленько облажались. Это видно, что надо было сделать вот как у F5. У F5 ничего не мешает. Там, соответственно, все гораздо лучше. Поэтому, ребята, наверное, с учетом вот этого косяка, наверное, я сделаю все-таки отдельный тест. Потому что тем, кому приобретать лампы, все-таки хотелось бы, у кого защелка, и кто не хочет, кого входит, ребят, можете сразу, я вам сразу скажу, возьмите лампы F5. Там нет вот этого косяка, и, соответственно, вы не попадете на вот этот лишний колхоз. Поэтому сразу вам говорю, это будет лучше. А я, ребята, вот, чтобы понять все-таки, как действительно, насколько эффективно две тепловые трубки относительно одной, то есть понять эффективность системы охлаждения, решил использовать вот такую вот линзу. Это, ребята, дикселовская линза Helo 3R, ну, 3R как под H7. Здесь защелки есть, но они мешать не будут. И, пожалуй, вот, вот эту линзу, как раз, потому что она под H7, я и буду использовать для сравнительного теста всех трех ламп. То есть F3, F5 и F5C. Линза вот эта классная. Делал про нее обзор. Ссылку тоже на эту линзу оставлю в описании, потому что кто хочет поменять линзы, у кого они выгорели, и оставить галоген, либо сюда можно поставить D2S Xenon, либо светодиодную лампу. Это, в принципе, линза must have. Поэтому, собственно, я на нее и вообще не стыжусь оставить ссылку. Соответственно, реально я ее часто использую, и линза того стоит. Итак, вот у нас уже готова, собственно, линза с лампой. Здесь сейчас, ребята, обыкновенная H7 галогенка от Остром. Вот она здесь стоит, можете посмотреть. Вот как светит линза. Ну, линза, поскольку имеет два режима, я вам покажу и дальнюю. И, ребят, поскольку вот свето-теневая граница никак не зависит от лампы, она зависит только от линзы. в случае вот этого теста. Я не буду, ребят, бегать по точкам, мерить освещенность, потому что это не имеет смысла, потому что, если лампы отличаются, мы увидим это по центральной точке. Если там будет больше, соответственно, в других точках тоже будет больше. Поэтому сейчас наша задача, в принципе, будет просто сравнить показания ламп на холодную и я решил, что на горячую, для того, чтобы эффективность системы охлаждения проверить. Собственно, где-то 30 минут мы им дадим нагреться. Итак, сначала, сейчас буду замерять прибором показания галогена, как отправную некую точку, а потом у трех вот этих ламп. F3, F5 и F5C. Итак, ребят, все готово. Поставил я прибор, показываю свето-синевую границу, вот видите, она настроена. И давайте показания галогена измерим. Ну вот, где-то 33,7 люкса. Вот эта линза, соответственно, там, ребят, стоит галоген. И давайте сразу запишем эти показания, как базовые, вот на холодную, где-то 33,7 люкса. Вот они у нас есть. Соответственно, сейчас будем ставить F3, F5 и F5C и уже все проверять в одних и тех же условиях. Так, начнем тесты с F3. итак, лампа включилась. Вот она у нас на холодную, сколько дает. Ребят, ставить лампы я буду ставить все провода вниз, для того, чтобы абсолютно одинаковые результаты были. Так, ну, давайте посмотрим сразу. Так, свет-теневую границу показываю и освещенность. Ну вот, где-то 50,2. Эта лампа холодная, соответственно, потом она будет уменьшаться. Но вот запишем в F3 показатель где-то 50. Вот. И задача моя, теперь 30 минут ждать, дать ей полностью нагреться, прогреться, чтобы вот этот ток, который вы видите, он сейчас будет плавно падать, 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 и в какой-то момент это падение прекратится, после того, как лампа выйдет на свой тепловой режим. Вот это показание, мне интересно, сколько останется в люксах, после того, как мы лампу нагреем, и она уже будет полностью именно прогрета. Все, ждем где-то 30 минут, и после этого я делаю второе измерение. Здесь, ребята, как вы видите, уже ничего абсолютно не мешается, соответственно, мы получаем максимальный результат, без каких-то там вот влияния именно способов установки данной лампы. Итак, полчаса прошли, ток вот этот, он уже не меняется, наверное, минут 10-15, ребят, поэтому режим уже установился. И давайте смотреть, как у нас светит F3. Здесь свето-теневая граница, вы видите, и давайте смотреть, что от нее осталось. Осталось от нее где-то 44. Ну, давайте так и запишем. Потому что было 50, а осталось где-то 44. Ну, теперь, собственно, ставим F5, сравниваем точно так же. F5 я запустил, ток стал, естественно, больше, ну, потому что она на 55 Ватт. Свето-теневая граница, естественно, не изменилась, и давайте посмотрим на холодную, сколько у нее. Вот у нее, видите, больше, где-то 61, ну, давайте где-то 61, наверное, примем. Как результат на холодную. Вот сюда его запишем, 61. 61. В сравнении с полтинником, это действительно больше. Ребят, очередные 30 минут прошли, и могу сказать, F5, конечно, более тихая, она однозначно не так шумит. Другое дело, что, может, это не так важно. Смотрите, потребляемый ток вы видите сейчас на экране, и давайте смотреть, что у нас получается по свету. Где-то 53,5. Заносим эти данные в табличку. 53,5. И что мы видим, что, в принципе, здесь осталось больше, чем здесь. Видимо, как раз большой диаметр вот этого радиатора и вентилятора, это все-таки действительно плюс. и F5 это как бы улучшенная версия лампы F3. Ладно, сейчас тогда ставим F5C и смотрим, соответственно, ее показания и делаем окончательные выводы по поводу какая же из этих трех ламп лучше. итак, ребят, вот ток на холодную, он самый-самый большой. И давайте посмотрим, что там у нас есть. Ух ты! Ну, ребят, тут где-то 69, даже было 70, сейчас стало поменьше. Ну, запишу. Ладно, как 60, где-нибудь 9,5. вот сюда. 69,5. Это, ребят, выше всего на холодную, но давайте дождемся прогрева и посмотрим, как себя будет вести лампа именно после прогрева. Ребят, прикольный момент, это звук разгоняющегося вентилятора. Это, ребят, похоже именно на вот это, да. Примерно так это и выглядит. Ну, собственно, вот еще 30 минут прошли. Звук турбины от F5C, он не прекратился. он как начался при ее разогреве, так он и продолжается. Ладно, смотрите, вот употребляемый ток уже в восстановившемся режиме и давайте смотреть. Напомню, ребят, смотрите, у нас получалось 44,5 и 53,5 в F5. После нагрева показываю вам свето-теневую границу. Ну, показываю вам, собственно, и лампочку. вот оно там стоит. И давайте смотреть. И мы видим 60,2. 60,2. Вот сюда и пишем, ребят, 60,2. Итак, что у нас получилось, ребят, по вот этим результатам. Ну, результат первый. ф5C лампа оказалась самой яркой. Она дает самую большую освещенность. Освещенность где-то в два раза больше относительно галогена, даже после прогрева. И она оказалась самой яркой из этой тройки. Почему так получилось? Видимо, ребят, из-за того, что все-таки тепловая трубка вторая, она действительно улучшает теплоотвод от светодиодных чипов. Соответственно, они лучше охлаждаются и у них больше светоотдачи. Какую лампу в итоге выбрать вам? И какую бы я посоветовал? Вот на основании того, что она, конечно, ребят, самая яркая, но звук у нее тоже, по-моему, самый громкий. Поэтому я бы, конечно, для открытых фар ее посоветовать можно, потому что там она раскроет себя максимально в плане того, что даже маленький вентилятор, хрен с ним, он там будет как бы вот издавать такие звуки, но в принципе светить у вас фары будут ого-го, как говорится, действительно она будет давать очень хороший свет, и этот свет, да, там есть снижение, оно, кстати, самое большое относительно этих трех ламп, но все равно с учетом своей гораздо большей светоотдачи и остается после прогрева значительно все-таки больше. Сколько остается? Вот здесь вот у меня на листке как раз и написано, что 37% остается по сравнению с F3 и 12% остается света больше, а по сравнению с F5. Вот идеальная вообще, ребят, конструкция, на мой взгляд, это надо сделать лампу с двумя тепловыми трубками, да, вот как у F5C, но заднюю часть, заднюю часть сделать вот как у F5, тогда будет, я думаю, что еще лучше, но с другой стороны, не знаю, когда это сделаю, там кому нужен свет, ребят, в принципе, исходите из этого теста, потому что ждать можно вечно, но вот это вот уже мои такие рекомендации, что взять вот эту основу, ну, заднюю часть и, соответственно, прикрутить тепловым трубкам от передней части от F5C и вот это вот все совместить, и, наверное, это будет идеальным вариантом, потому что не будет проблем с защелкой на фарах, вот, которые я тестировал. В общем, ребят, вот это мое видение, как бы, было бы неплохо доработать данную лампу. Сейчас я покажу вам, в принципе, сравнительные фотографии вот именно с прогретой лампой, то есть после того, как она прогрелась, сравню с галогеном, соответственно, чтобы у вас была некая, ну, некий визуальный ориентир, потому что по прибору это хорошо, но лучше все-таки визуально тоже посмотреть, поэтому сейчас как раз на прогретой лампе откачу прибор и вы оцените разницу. Ну, давайте уже окончательные какие-то выводы сделаем. в целом лампа в целом вам понравилась, в целом довольно-таки прикольно она сделана, и если бы не вот небольшие такие недочеты, она была бы просто идеальной лампой, поэтому повторюсь, кому надо ездить здесь сейчас, берите ее, особенно для тех, у кого открытые, нет задних крышек, таких машин много, повторюсь, это HB4, HB3, H11, у кого есть крышки, наверное лучше поставьте все-таки F5, наверное поставьте все-таки F5, потому что у вас не будет проблем с защелками, она сделана более грамотно, и в случае даже с F3, вам ее ставить будет чуть более сложнее, потому что у нее такой же маленький вентилятор, вот, поэтому под крышку, наверное, моя рекомендация F5, если крышки нету, F5C, ну, и F3, она, собственно, для тех, кто купил, в принципе, ребята, она тоже светит, вы сами видите, они пересвечивают значительно по ширине любой галоген в этих линзах, поэтому все, кто ставил, по большой части они довольны, вот, ссылку, ребят, на все эти три лампы я оставлю в описании, также оставлю ссылку вот на вот эту линзу, потому что многим я знаю, эта линза, она будет полезна при ретрофите, при замене линз, просто must have, я ее очень сильно рекомендую и очень рад, что есть вот эта Helo 3R именно под галоген. Все, ребят, на этом все, пишите, какую лампу этих трех вы бы купили или уже купили и пишите, почему купили, я с удовольствием прочитаю комментарии, да, тест был не идеальный, я знаю, что в идеале надо было это все тестировать в фаре, возможно, когда-нибудь я приобрету фару и, собственно, мы, может быть, сделаем уже внутри фары тест, но пока, ребят, то, что есть, к сожалению, вот китайцы немного не доработали лампу, чтобы ее можно было прям поставить без геморроя. Все, ребят, на этом все, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok